Здравствуйте! Сегодня мне предстоит нелёгкая работа, подготовка грибов, серушка к дальнейшей консервации. Сперва грибы необходимо очистить от фои и другого мусора. Берём обыкновенную кухонную и поролонную губку и ею начинаем чистить. Это длительный процесс очистки грибов от мусора. Поверхностно очистили грибы от сухого мусора, а теперь надо ещё их помыть от грязи. Наливаем воду в ведро и берём губку поролонную кухонную и чистим ею грибы. Прошло немало времени, чтобы отмыть их от грязи. Отмыли их от грязи, теперь необходимо их ещё залить солёной водой. Берём соль, разводим отдельно в воде её и этой солёной водой заливаем грибы на ночь, где-то на 12 часов. После того, как залили грибы солёной водой, переворачиваем эти грибочки вниз пёрышками, чтобы с них песок высыпался. Вот так выглядят грибы, перевёрнутые уже вниз пёрышками. Залили все грибы солёной водой и теперь даём им постоять так на ночь. Прошло уже много времени, как они стоят в солёной воде, теперь их необходимо промыть в проточной воде. Итак, открываем кран и под водой промываем каждый грибочек. Итак, промыли их под водой, освободили их от песка. Конечно, песок ещё весь не вышел, он ещё будет выходить при варке. И теперь можно начинать варку. Наливаем посуду воды, чтобы грибы свободно плавали в ней, чтобы песок при варке ещё осыпался и оседал на дно. Это будет первая варка, которая будет длиться около часа. Доводим воду до кипения и засыпаем грибы. Воду солить не надо. Когда выложили все грибы в посуду и место ещё остаётся, дополняем водой, чтобы вода свободно их покрывала и эти грибы свободно плавали в ней. Закрываем крышкой и доводим до кипения. Прошло немало времени и проверяем, закипели ли грибы. Да, грибы закипели. Теперь можно убавить пламя на плите. Убавляем пламя и в таком состоянии грибы должны кипеть где-то около часа. По истечению времени первой варки грибов, вынимаем грибы только шумовкой, чтобы случайно не зачерпнуть песок, который оседал на дно. Вынули грибы и теперь можно готовить маринад для грибов. Для этого добавляем 5 литров воды. Залили воду, закрываем крышку, добавляем пламя и доводим до кипения. Вода закипела и добавляем кусовые ингредиенты. Добавляем кусовые ингредиенты с расчета на 5 литров воды и на 10,7 кг грибов. Соль 13 столовых ложек. В конце видео подробно будет дан рецепт по весу и даже на 1 литр. Из-за расчета на 1 литр. Соли засыпаем по своему вкусу, потому что при замачивании грибов и добавлении туда соли, каждый соли добавлял свое количество. И мне неизвестно, кто и сколько соли добавил. Поэтому, используя этот или иной какой-нибудь другой рецепт, всегда будем пробовать по своему вкусу. И добавляя все вкусовые ингредиенты, только подстраивая под себя. И соль также имеет свою плотность солености и в зависимости от производителя. Поэтому будем сами себе проверять. Лавровый лист 7-8 штук. Перец душистый 8-10 горошин. Уксус сейчас не ложим. Уксус будем ложить после 10-ти минутной варки грибов. Закрываем крышку и доводим до кипения. Подошло время кипения маринада. Убедимся в этом. Да, маринад закипел. Если все вкусовые качества нам подходят, добавляем грибы. Теперь можно добавлять грибы. Грибы добавляем осторожно, потому что это кипяток. Берем шумовку или какую-нибудь другую посуду, в которой можно также засыпать грибы. Но с ведра нежелательно, потому что на дне посуды может быть еще осадок из песка. Теперь эти грибы будут вариться где-то минут 10-15. Уксус будем добавлять за 5 минут до конца варки. По истечению 10-ти минутного времени добавляем уксус. В данном случае это уксусная 70% кислота. 5 десертных ложек. Не будем пользоваться со столовой. Десертной ложки 10 грамм. В столовой 15. Применение данного количества уксусной кислоты 70% грибочки получаются средней кислотности. Каждый подбирает под себя, по своему вкусу. Если кто любит более кислые, то добавляет и больше уксуса. Добавили всех необходимых вкусовых ингредиентов, построили данный рецепт под себя, и в течение 5 минут грибы должны кипеть, чтобы напитаться этими вкусовыми ароматами. Этим временем стерилизуются у нас банки. И готовые грибы накладываем в них. Какой насыщенный аромат исходит от грибов, когда мы их накладываем. Накладывая грибы, будем осторожны, потому что сам маринад и грибы очень горячие. Накладываем грибы до плечиков, и потом их закрываем металлическими крышками. Закрутили, и переворачиваем банки вверх донышку. И так продолжаем процесс раскладки грибов по банкам. Раскладывая грибы по банкам, стараемся снизу не черпать, потому что как бы мы ни старались мыть грибы, все равно до дни остается песок. Когда все грибы будут разложены по банкам, то мы увидим, что там есть песок. Вот так красиво выглядят наши грибочки. И всего количество грибов, это около 11 килограмм в сыром виде, у нас получилось маринованных грибов около 14 литров. Ну вот и все. Консервация грибов на зиму сырушек завершена. Можно кушать и сразу, но полноценную вкусовую качество грибы напитает по истечению не менее суточного времени. Кто желает получать известие о добавленных новых мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.